Почему маленькие собаки кажутся агрессивнее больших? Стереотип о задиристой маленькой собаке так стар, что даже вошел в русскую классику. Баснем Крылова на слона гавкает именно мойска, а не какой-нибудь полкан или барбос. Действительно ли представители мелких пород более агрессивны, чем большие псы? Привет, с вами Евгений, это проект «Популярная география» на канале Вселенная Beautiful World. Этот стереотип появился не на пустом месте. Маленькие, которые весят до 9 килограмм собаки, пугливее и намного эмоциональнее своих крупных сородичей. К такому выводу пришли ученые из Венского университета ветеринарной медицины. Они опросили примерно полторы тысячи владельцев псов и проанализировали ответы. Оказалось, что маленькие собаки более тревожны по сравнению с крупными собратьями и намного яростнее защищают свою миску или подстилку. Кроме этого, человек по-разному воспринимает поведение маленьких и больших собак. Больших собак мы чаще боимся и поэтому более внимательно за ними следим, чтобы успеть себя защитить. Например, если человек заметил, что кавказская овчарка подняла уши, хвост или шерсть на загревке, то он обязательно отойдет на безопасное расстояние до того, как животное начнет проявлять открытую агрессию, рычать или даже бросаться. Маленький же песик, согласно известной поговорке, до старости кажется щенком. Он не ассоциируется с опасностью. Поэтому первые сигналы того, что моська чем-то недовольна, большинство прохожих пропускают. Зато заливистый лай испуганного тойтерьера или померанского шпица сразу привлекает внимание. Срабатывает эффект неожиданности. Многие считают, что любая небольшая собака выводилась как комнатная. То есть она по умолчанию доброжелательна и спокойна. Поэтому ярость с ее стороны производит большее впечатление. Хотя далеко не каждый небольшой песик милый и ласковый компаньон. Такса охотник на зверя в норе. Поэтому у представителей этой породы быстрая реакция и вспыльчивый характер. Цверкшнауцер самый маленький из шнауцеров прирожденный крысолов. А к этому умению прилагается повышенный уровень агрессии. Даже забавный той пудель, похожий на вязаную крючком игрушку, может показывать свои зубки. Что уж говорить об ягдтерьере, способном обратить в бегство медведя. Ученые из Финляндии опубликовали свои исследования. Заявили открытым текстом. Да, маленькие собаки более агрессивны, чем средние и крупные. Крошечные чихуахуа обошли по этому показателю даже злостных ротвейлеров. Самыми кусачами из всех псов, по версии специалистов, опять-таки оказались представители небольших пород. Такси, Джек, Красел, Терьер и Чихуахуа. Ученые из Центра взаимодействия животных и общества при школе ветеринарной медицины Пенсильванского университета считают, что маленькие собаки чаще проявляют агрессию, поскольку чувствуют себя в опасности чаще, нежели их крупные родственники. Вот и приходится четвероногим карликам действовать по принципу – лучшая защита – это нападение. По мнению зоологов из Пенсильвании, в агрессивном поведении маленьких собак иногда бывает виноват недостаток воспитания. Если владельцы крупных псов обычно обучают своих питомцев вести себя, то любители мелких пород не всегда этому озадачиваются. А напрасно. Тревожным от природы маленьким собакам необходимо уметь себя контролировать. Можно сказать и о другой ошибке хозяев той-терьеров, шпицев и прочих малышей. Их часто воспринимают как живой аксессуар. Особенно не ведет йоркшинским терьерам. Лет 10-15 назад в журналах часто появлялись снимки кинозвезд, приходивших на светские рауты с такими песиками в сумке. Это огромный стресс для животных, которые в подобных условиях могут начать вести себя агрессивно. Замысловатые прически и неудобные, но стильные костюмчики тоже причиняют собакам дискомфорт. И естественно реакция на него будет нервозной. Крупным собакам такая ситуация не грозит. Вряд ли кто-то наденет тесное розовое трюко на стафа или украсит немецкую овчарку заколками для волос. Подводя итог скажу, представители мелких пород действительно более склонны к агрессии, чем представители крупных. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе питомца и готовиться к тому, что заниматься с мелкой собакой придется так же серьезно, как и с большой. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. До новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!